В Крыму сегодня незапланированный выходной. На полуостров по-прежнему не поступает электричество со стороны Херсонской области Украины, где участники так называемой блокады полуострова подорвали опоры высоковольтных линий. Начать ремонт с украинской страны то ли не могут, то ли не хотят. Версии разные. Еще покажем, что там происходит. А пока о том, как справляется с дефицитом, затронувшим по крайней мере полтора миллиона крымчан. Репортаж Виталия Каченко. Веерное отключение света на полуострове изменили. Привычный образ жизни его жителей. Вместо работы менеджер из Симферополя Александр неожиданно отправился с супругой и дочерью на прогулку в парк в республике. Официальный выходной. Детский сад не пошли. Пришел на работу. Света тоже на работе нет. Посидели, подождали. К сожалению, пришлось разойтись. Рабочий день сорван. Нам главное, чтобы люди в больницах были обеспечены и в социально означенных объектах. В принципе, мы это переживем. В крымских кафе можно зарядить телефон, компьютер, а если повезет, воспользоваться интернетом. Ужин в целях экономии только при свечах. Электричество есть. Экономим. Постановление городских властей. О, и у нас выключили. Свечи и зажигалки всегда под рукой. В каком районе и когда отключат свет, крымчане не знают. На полуострове, который вторые сутки живет только за счет собственных мощностей, а это треть от необходимого графика отключения электричества, постоянно меняется. Оно идет так. Три часа свет есть, шесть часов нет. Мы будем ходить друг к другу в гости. Вот в каком районе есть свет, мы туда приедем в гости. Вот с девяти у нас появится, к нам люди приедут, будем у нас здесь сидеть. Посидим, чайку попьем. Это же временно. У нас это все бывает иногда и от ветра, и от тех, которые там не хотят, чтобы у нас было хорошо. Сейчас это типичная картина для крымской столицы. Кафе, рестораны, банки, аптеки перешли на собственные источники питания. Все они, вот как правило, находятся на подворьях или на лестницах. Сегодня работает лишь тот, кто успел вовремя запастись генераторами. Спрос на эти устройства вырос в несколько раз. Цены тоже заметно подскочили. Те, кто не могут позволить генератор, в магазинах стараются покупать продукты длительного хранения. Дефицита нет. Отключение света не повлияло на работу пекарен. Хлеб, молочку и все самое необходимое доставляют, как и прежде. На некоторых заправках в Симферополе из-за ажиотажного спроса закончился бензин. На заседании оперативного штаба заявили, что запасов топлива Крыму хватит почти на месяц. В некоторых отдаленных районах начались перебои с сотовой связью. А в городе Щелкино, неподалеку от Керчи, люди вторые сутки остаются вообще без света. На селекторном совещании глава Крыма Сергей Аксенов призвал эффективнее использовать энергоресурсы. Нами сегодня предпринимаются сейчас все меры для того, чтобы мобилизовать все имеющиеся источники генерации. Готовится схема подключения тех сел, в которых до сих пор еще не было света, с помощью мобильных дизель-генераторных установок. Там сформировано, работает в Совете Министров на постоянной круглосуточной основе. Вчера проехал сам по Симферополю, я думаю, по другим городам такая же ситуация. Витрины магазинов горят, наружная реклама горит. Поубирайте, коллеги, в рамках своих штабов в данном случае ограничьте потребление. В Севастополе в целях экономии на маршрут вместо троллейбусов вышли автобусы. А Крымская железная дорога вдвое сократила количество электричек. Аэропорт Симферополя работает в обычном режиме. Задержек рейсов нет. В портовых городах для выработки электроэнергии задействуют корабли. Черноморский флот находится на автономном обеспечении и возникших проблем не ощутил. На резервные источники питания перешел и Международный детский центр «Артек». С завтрашнего дня в школах и детских садах возобновятся занятия, но пока в ограниченном режиме. Виталий Каченко, Сергей Китенко и Павел Силин. Первый канал.